Школа всегда будет связана для нас не только с первым учителем, первыми друзьями, звонками на урок или перемену, но и с теми атрибутами, без которых мы сегодня ее не представляем. Ведь 100 лет назад еще не было дневников, а 200 лет назад никто не собирал с утра портфель. Парта, ручка и карандаш, пенал, учебник – каждый из этих предметов имеет свою интереснейшую историю. Каждый или из сегодняшних учеников знает, что такое настоящая школьная парта. Хотя многие по привычке называют стоящие в классе столы партами, в школах древности никаких особых парт и столов ученикам не полагалось. В средневековье и более поздние времена все ученики усаживались за один стол, сидели на стульях или скамьях. Потом ученики стали заниматься на так называемом поставце – столике с откидной наклонной доской, за которой работали стоя. В школе эти поставцы не прижились, но из них со временем получились канцелярская конторка и секретер, за которым, правда, работают сидя на стуле. Первым к идее новой школьной мебели пришел знаменитый русский ученый, профессор Московского университета, специализировавшийся на гигиене человека, Федор Федорович Эрисман. От обычного стола парта Эрисмана отличалась наклоном столешницы. Так чтение происходило под прямым углом и тем, что была сразу соединена со скамейкой. Исходный вариант этой парты был одноместным. Изготавливали эту мебель из массива дуба для прочности, так что первые образцы были просто неподъемными. Чуть позднее другой энтузиаст своего дела, ссыльный студент Петр Феоктистович Коротков, усовершенствовал парту Эрисмана. Именно он сделал ее двухместной, что позволило существенно сэкономить рабочее место в классах и придумал знаменитую откидную крышку, чтобы детям было удобнее за парты вставать. Под столом была подставка для ног, а скамейка поддерживала спину ученика, заставляя держать ее прямо. Со временем такие парты обзавелись отверстием для чернильницы, двумя же лобками для перьев и карандашей, крючками для сумок сбоку. К 1970 годам парты стали удешевлять. Делали не из дорогого дерева, а из ДСП. Сократили размерный ряд, а скамью заменили стульями. Без тетради не обходится ни один школьный предмет. Но были такие времена, когда привычных нам тетрадей не было, а вместо них дети использовали восковые дощечки. Эти дощечки были похожи на маленькие плоские корыца, ванночки, покрытые воском. Писать на таких дощечках нужно было острой палочкой. На мягком воске делать это было нетрудно. В разные времена писали на глиняных табличках, на бересте, пергаменте и на папирусе. В XIX веке и в начале XX века ученики писали на ученических оспидных досках, которые использовались в отечественных школах уже параллельно с классической бумажной тетрадью, вплоть до 30-х годов прошлого века. До революции 1917 года основной объем тетрадей выпускался канцелярскими магазинами или книжными магазинами, в которых преобладала пищевумажная продукция. Внешний вид тетрадей разных магазинов отличался цветом и оформлением. На тетрадях советского периода на задней обложке мог быть напечатан гимн Советского Союза, таблица умножения или таблица Пифагора, правила октябрят, законы пионеров или торжественное обещание пионера. На передней обложке иногда встречались портреты выдающихся деятелей науки и искусства, но такие тетради были редкостью и поэтому имели более солидный рейтинг в школьной системе ценностей. Изобретение ручки имеет длинную предысторию. Более 4000 лет назад люди выцарапывали рисунки и символы бронзовыми и железными палочками на глиняных табличках. На папирусе писали тонкими тростниковыми палочками, стилусом писали на дощечках, покрытых воском. С распространением пергамента, а позже бумаги, в обиход вошли гусиные перья. Почти 10 веков подряд люди писали только гусиными перьями. Ими пользовались вплоть до начала XIX века. Качество письма полностью зависело от того, как хорошо было заточено перо. Чернила должны были накапливаться на конце и не растекаться. К концу XIX века гусиные перья фактически ушли из активного применения, а на смену им пришла ручка со стальным пером. Потом появилась стальная трубочка, одна сторона которой закрывалась пробкой-заглушкой. Трубочку наполняли чернилами, а с другой стороны вставлялось перо. Но люди продолжали искать ручку, которая бы не протекала и не нуждалась в постоянном пополнении. Появление шариковой ручки стало поворотным моментом в развитии этого пишущего приспособления. Но и она требовала усовершенствования. Со временем изменилась ее конструкция, улучшилось качество чернил, снизилась стоимость. Первое массовое производство советских шариковых ручек было налажено в 1965 году. Эти ручки долгое время были предметами роскоши, недоступными школьникам. Массовый переход в школах на шариковые ручки произошел в 70-х годах прошлого столетия. Графитные карандаши известны с XVI века. В 1564 году в Англии было открыто месторождение графита. Первоначально из-за цвета, схожего с цветом свинца, месторождение приняли за залежи этого минерала, используемого для отливки пуль. Но определив непригодность нового материала для этих целей, начали изготавливать из него тонкие заостренные на конце палочки и использовали их для рисования. Пастухи стали помечать им овец, а торговцы свои корзины и ящики. Но палочки были мягкими и пачкали руки. Чтобы руки не пачкались во время рисования, графитовые палочки зажимали между кусочками дерева или веточками, оборачивали их бумагу или обвязывали их бечевкой. Современный же карандаш изобрел в 1794 году талантливый французский ученый и изобретатель Николай Жак-Канте. Он разработал рецептуру смешивания графита с глиной и производство из этих материалов высококачественных и прочных стержней. Как только человек приходит в школу, он обязательно становится читателем учебника. Даже не читателем, а изучателем. История учебников насчитывает несколько тысячелетий. В Древней Месопотамии роль учебников выполняли глиняные таблички, а в Древней Греции и Риме – пергаменты, заполненные мыслями и рассуждениями великих ученых того времени. В Средние века в некоторых странах еще использовали учебники, созданные древними греками и римлянами, а также тексты священного писания, используемые не только для обучения грамматики, но и как учебник жизни. Первый русский учебник для детей был напечатан знаменитым Иваном Федоровым в 1574 году. Это была первая русская азбука. А в следующем веке появились арифметика Магницкого и некоторые другие учебники. Многие старые учебники были настоящими долгожителями. Например, родное слово Ушинского, появившееся на свет в 1864 году, выдержало 146 изданий. Сейчас в школе учебник в процессе обучения играет не последнюю роль. Он также необходим, как и столетия назад. Одним словом, учебник – это очень важно, но еще важнее желание учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова